Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена подготовке к переходу на ЕНП на 2023 год. Сегодня у нас с вами ввиду вебинар я, консультант-аналитика ДИНС Галина Гардышева. Наши контакты вы видите на экране. Наш телефон, наша электронная почта, контакты в Телеграме и, собственно, адрес нашего сайта. Если по каким-то причинам вам не удалось либо досмотреть до конца, либо время вебинара оказалось для вас неудобным, вы можете через некоторое время посмотреть его на сайте. Мы выкладываем записи вебинаров и на сайте, кроме этого, много еще дополнительной информации, которая может быть вам полезна. Сегодняшний план программы вебинара – это у нас будут изменения в законодательстве, проверка технических настроек. Мы будем с вами смотреть это на примере ERP и какие изменения нужно будет сделать в конфигурации для того, чтобы безболезненно производить платежи, единый налоговый платеж после 1 января. Казалось бы, законодательные изменения вышли уже достаточно давно, все, в принципе, понятно, но есть достаточно много тонкостей, на которых мы хотели бы сегодня заострить ваше внимание и поговорить о них поподробнее. Что необходимо сделать для того, чтобы начать работать с ЕНП безболезненно? Ну, во-первых, нужно произвести сверку расчетов с ФНС. Про это писали много, писали и все наши юридические ресурсы, консультант, гарант, ну, то есть все ресурсы, на которых собраны законодательные изменения. Налоговая инспекция уже для некоторых, ну, для частных предпринимателей, в частности, отправляли акты сверки расчетов и, соответственно, там уже указана цифра совокупного налогового платежа. Ну, а пока у нас еще есть несколько дней, то есть возможность внести некоторые корректировки. Хочу вам напомнить, что по поводу сверки достаточно много расхождений и тонкостей, но на самом деле, чтобы начать работать, нам надо пройти все пять шагов, то есть произвести сверку, принять решение, если у вас есть, например, переплата о том, чтобы зачесть ее в счет каких-то налоговых платежей, чтобы она не пропала, сделать подключение к личному кабинету налогоплательщика и, соответственно, определить, как вы будете в дальнейшем уведомлять налоговую инспекцию о платежах, то есть через уведомления или платежными поручениями, ну и, соответственно, внести изменения в учетную политику. По поводу учетной политики. Сами по себе требования, которые касаются учетной политики, у нас не происходили. То есть глобальные корректировки в учетной политике нужны, если вы решили сменить налоговый режим, ну, например, вы переходите на АУСН, автоматизированную упрощенную систему налогообложения. А вот в этом случае придется учетную политику переделать достаточно существенно. Если у вас есть расходы на российское программное обеспечение, и вы решили учитывать их с применением повышающих коэффициентов, в этом случае вам тоже нужно в учетную политику унести серьезные изменения. Ну, если вы собираетесь использовать новые инвестиционные вычеты, опять же, связанные со сферой IT. Это статья 286.1 Налогового кодекса под пунктом 7.8. Напомню, учетная политика у нас с вами выглядит вот таким образом. Сейчас мы перейдем в демо-базу и потрогаем это, так сказать, руками. И наша сегодняшняя встреча будет строиться таким образом. То есть нормативные, законодательные изменения мы будем с вами смотреть на слайдах. И когда будет касаться настроек, мы будем переходить в демо-базу ERP. Я буду уже, так сказать, вживую показывать, как нужно сделать тот или иной шаг, про который мы будем с вами говорить. Итак, мы сейчас с вами переключаемся на демо-базу. Демо-база у нас не самая последняя, но достаточно новая. 2.5.10.38. И показывать я буду на этой базе. Обращаю внимание на релиз конфигурации, потому что если у вас стоят более ранние версии, в них может еще не быть некоторых настройок и некоторых дополнений, которые касаются уже вот текущего времени. Ну и, соответственно, проверить актуальность вашей базы вы можете сами. И если у вас база не подвергалась каким-то изменениям, то обновить вы можете ее в автоматическом режиме. Итак, я сейчас разверну на весь экран. Учетная политика у нас находится с вами в разделе НСИИ и администрирования. То есть мы переходим в этот раздел. И у нас здесь есть пункт, пока открывается, я расскажу про него, организации. Если у вас, вот он наш пункт, НСИИ и организации. То есть если у нас с вами несколько юридических лиц, то, соответственно, сейчас откроется журнал организации, и мы выберем ту, которая нас интересует. Хочу напомнить, что в ЕРП немножко другая система работы с учетной политикой, чем, например, в бухгалтерии. В бухгалтерии для каждого юрлица мы создаем свою индивидуальную учетную политику. В ЕРП, если у вас, например, несколько юрлиц работают на одинаковых системах налогоблажения, то вы можете создать учетную политику одну и выбрать ее для нужных организаций. Но, к сожалению, запускается достаточно долго. Я поэтому пока расскажу. Когда у нас открывается с вами учетная политика, нужно обратить внимание, ну, во-первых, касательно единого налогового платежа. Вот открылось, слава богу. Возьмем первое попавшееся юрлицо. И, значит, сначала у нас регистрационные данные, а потом мы переходим с вами на закладочку «Учетная политика». И на этой закладочке мы уже с вами регулируем те настройки, которые требуются изменить. То есть, хочу напомнить, что если вы выберете в учетной политике настройку через уведомление, то потом вы уже не сможете ее поменять. То есть, соответственно, при внесении изменений вы закрепляете уже тот порядок, который вы будете применять. То есть, вы можете использовать, как раньше, как было в старые времена, вы можете использовать учетную политику, то есть, выбрав платежки, то есть, вы будете отправлять для разнесения по налогам налоговые платежки, а можете выбрать уведомление. В этом случае вы отправляете в налоговое уведомление, где пишите «Прибыль, там, сток, это, допустим, НДС сток, это, ну, то есть, уже уведомление». Вот у нас открылась учетная политика, вот закладочки «Общая информация, адреса, регистрационные данные», и вот наша закладочка «Учетная политика». То есть, соответственно, проверяете, обязательно проверяете то, что у вас уже есть, потому что бывает, что настройки были сделаны при начале работы, а сейчас уже реалии изменились, и, соответственно, придется менять и учетную политику. Ну и, соответственно, порядок уплаты авансов по налогам. Вы выбираете по ссылочке, переходите вот синим шрифтом, выделена ссылка, и переходите в тот раздел, который вам нужно откорректировать. И, соответственно, вносите те изменения, которые требуются. К сожалению, у нас время достаточно ограничено, более подробно про учетную политику я сейчас не смогу рассказывать, но вот как бы место, куда надо сходить и что надо изменить, мы с вами посмотрели. Теперь возвращаемся снова к нашим слайдикам. Вот слайд, собственно, самой учетной политики и закладочки, на которую нам нужно будет перейти. То, что мы с вами только что посмотрели. То есть сами по себе правила изменения учетной политики у нас не меняются. То есть организация может составить учетную политику либо как единый документ для бухгалтерского и налогового учета, может составить два документа отдельно для бухгалтерского учета, отдельно для налогового учета. Ну и, соответственно, вот вы видите, что рабочий план счетов, формы, если у вас есть первичка разработанной именно организации, и график документа оборота должны идти как приложение к учетной политике. В обязательном порядке обратите внимание, что в учетной политике должны быть прописаны правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок. Ну, на самом деле, эти моменты как в самой учетной политике можно прописать так и сделать их как приложение. То есть, соответственно, по единому налоговому платежу налоговая инспекция будет погашать отдельные налоговые обязанности и они будут формироваться по поданным вами декларациям. То есть налоговая сама будет разносить платежи по тем или иным налогам. Поэтому требуется, чтобы вы в учетной политике добавили дополнительный субсчет к 68-му счету. То есть это необходимо для ИНП, соответственно, поскольку когда будет осуществляться платеж, он должен будет осуществляться на вот этот дополнительный субсчет, а потом уже с этого субсчета разноситься на те конкретные налоги, которые должны быть оплачены в вашем случае. То есть, соответственно, нужно будет продумать и добавить субсчет. Кроме этого, хочу обратить ваше внимание на то, что именно специального какого-то порядка для перехода на единый налоговый платеж не существует. Но вот о том, что сейчас нужно сделать, в нашем случае это уже последняя неделя декабря, то есть, чтобы переход прошел достаточно безболезненно, мы сегодня будем разговаривать на протяжении всей встречи. То есть дополнительное заявление в налоговую о том, что вы будете применять ИНП, делать не надо. Это налоговая все делает самостоятельно. Как я уже говорила, сверху с налоговиками нужно посмотреть, если вы уже получили уведомление о начальном сальде, и разобраться с переплатой или задолженностью. ФНС самостоятельно формирует начальное сальдо на 1 января, исходя из тех данных, которые у них и есть. Из задолженности по налогам или переплаты, соответственно. Если долг у вашей организации, если у вас есть какая-то недоимка, и она меньше трех тысяч рублей, то налоговики выставляют требования на покошение этой суммы в течение года. Если же больше трех тысяч рублей, то в течение трех месяцев. Срок погашения задолженности будет указан в самом требовании. И вот когда вы получите требования, на оплату отводится минимум 8 рабочих дней. Обращайте внимание на вот эти новые сроки, потому что усиленные штрафные санкции, ну и, соответственно, более жестко это будет контролироваться. Теперь что же у нас относится к переплате по налогам? То есть что налоговики возьмут к зачету при расчете начального сальда? Обратите внимание, что для начального сальда по единому налоговому платежу не включаются переплаты. Если они у вас есть по каким-то налогам, то не включаются переплаты с трехлетним сроком давности. То есть по состоянию на 31-12. Дальше. По региональному налогу на прибыль, если по этому обязательству нет долгов, не включаются переплаты по налогу на самозанятых. По авансам по подоходному налогу за иностранных работников, если у этих работников есть патент, тоже переплата не учитывается. И, соответственно, не учитывается госпошлина, которая не подкреплена исполнительными актами. Кроме этого, то есть это переплаты, которые не учитываются при формировании начального сальда. Но кроме этого из недоимки исключают долги, у которых срок взыскания истек на 31-12, то есть на 31 декабря. И долги, которые оспорили в суде, и их взыскания на 31-12 приостановили. То есть, в принципе, конечно, не золотой дождь, но все-таки. Почему требуется, ну, не требуется, почему очень желательно делать сверку еще? Это в связи с тем, что вы можете по результатам сверки дать распоряжение налоговикам произвести какие-то действия. Ну, чтобы произвести сверку, официально оформить эту сверку документами, необходимо запросить у налоговиков какой-либо из следующих документов. То есть это в штатном режиме, так же, как делали раньше у нас. Есть возможность по всем видам, по ТКС, по 1С, ну, то есть в любом виде запросить справку о состоянии расчетов. Обратите внимание на сроки, что сроки справки оформляются максимум за 5 рабочих дней. В справке вы увидите все переплаты и не доймки, но на определенную дату. То есть движение денежных средств вы при этом видеть не будете, только итоги. То есть если у вас были какие-то авансы, то в такой справке они тоже будут стоять как переплаты. А вот наиболее удобное – это выписка операции по расчетам с бюджетом. Вот в этом случае вы будете видеть не только итоговые цифры, но и движение. То есть то, что начислила налоговая инспекция и то, что зачла налоговая инспекция в качестве платежей. Выписку готовят за 2-3 рабочих дня и, соответственно, период, за который вы ее запросили. Это может быть последний квартал, это может быть год. Ну, то есть период вы указываете самостоятельно. И, в общем-то, это, наверное, самый удобный документ, по которому есть максимально подробная информация. Ну и акция в местной сверке расчетов по налогам, сборам и взносам – это документ, который готовят 3 рабочих дня. И это уже официальный документ, по которому вы можете что-то оспаривать, ну, какие-то, если разногласия, то есть в официальном порядке это можно уже учитывать. Сверка длится дольше, до 40 дней. И, соответственно, в итоге получается цифра по конкретным налогам на указанный период, то есть на указанную дату. Обычно акция в местной сверке запрашивают, когда требуется предоставить сведения, например, там в таможню или еще в какие-то контролирующие органы. То есть это уже официальный юридический документ. Следующий момент – это если вы взяли, допустим, сверку, и у вас там нашлись какие-то переплаты, то решение по таким переплатам налоговая примет в течение 10 дней со дня получения заявления или со дня подписания акта совместной сверки. Такое заявление должно быть было подано не позднее 16 декабря, то есть 10 рабочих дней. Ну, поскольку у нас эта дата уже прошла, то, соответственно, принятие решения о возврате какой-то переплаты уже не будет возможности, то есть оно уже будет включено в начальное сальдо. Если эта переплата была старше трехлетнего возраста, то в нашем случае это означает, что она попросту сгорит. С 1 января можно будет по-прежнему осуществлять возврат или зачет излишнеуплаченных денежных средств, которые вы, например, в счет ЕНП переводили. Однако в этом случае такая переплата будет возможна только при положительном общем сальде по ЕНС. Здесь есть еще одна тонкость, то есть с 1 января 2023 года из налогового кодекса уберут правила о трехлетнем ограничении для возврата образовавшейся переплаты. То есть если после сверки с налоговой вы обнаружили переплату, по которой в декабре 2022 года, то есть этого года, заканчивается трехлетний срок давности, то в этом случае вам обязательно нужно подать заявление. Вы можете использовать одну из нижеперечисленных форм. То есть, во-первых, это форма 115-0057, то есть это зачет излишнеуплаченного налога, и 115-058 – это возврат излишнеуплаченного налога. Но при этом обратите внимание на то, что если вы подаете заявление на зачет, в этом случае ничего не происходит. А если вы подаете заявление на возврат уплаченную налогу, то в этом случае налоговая будет назначать камеральную проверку, и, соответственно, уже решение о возврате будет принимать только по результатам этой проверки. Поэтому здесь нужно будет подумать о том, что для вас в данной ситуации более выгодно. Еще одна тонкость касается переплаты по налогу на прибыль в региональные бюджеты. То есть если у вас образовалась переплата по региональному, по налогу на прибыль в региональный бюджет, то вам нужно учитывать, что такая переплата не учитывается в сальдо ЕНС на первое число. Но если начальная сальдо по единому налогу будет отрицательным, то эту недоимку погасит за счет переплаты по региональной прибыли. Если, допустим, возникла ситуация, что недоимку погасили, но по налогу на прибыль в бюджет субъекта все равно осталась переплата, то ее зачтут в счет будущих платежей именно по этому налогу. Отдельное заявление от плательщика не нужно. В этом случае налоговики все сделают сами. Но обращаю ваше внимание, что прибыль это у нас федеральный налог и, соответственно, переплату, даже если у вас до этого была какая-то переплата и недоимку по другим налогам заплатили за счет региональной прибыли, то оставшуюся переплату все равно зачтут по налогу на прибыль в счет будущих платежей. В связи с тем, что вводится вот такая система, очень актуально становится именно быстрый онлайн контроль состояния единого налогового счета и состояние расчетов по оплате налогов. То есть данные по всем операциям по единому налоговому счету мы можем смотреть в личном кабинете на сайте ФНС. Ну, соответственно, если у вас есть и вы применяете систему 1С, то там сейчас существует возможность использовать 1С-отчетность и там тоже можно смотреть все актуальные данные и все движения через эту систему. Второй момент, то есть кроме того, что вы можете смотреть это через личные кабинеты, вводят обратную связь с налоговыми органами. Вот это как раз таки то, что давно назрело и было актуально и то, чего достаточно сильно не хватало в жизни бухгалтеров, потому что связь обычно была либо односторонняя, либо подача какого-то официального заявления. Сейчас обратная связь включает в себя то, что можно задать вопросы по единому налоговому платежу и по единому налоговому счету и, соответственно, это можно сделать быстро и написать, например, через личный кабинет и не тратить время на звонки, на висение на телефонной линии, личные там посещения и так далее. Вот здесь хочу остановиться и еще раз показать вам слайдик и снова перейдем на демо-базу. То есть смотрите, у нас есть возможность в конфигурации ERP настроить быстрый доступ к налоговым инспекциям и организовать там, к сайту налоговых инспекций и организовать там личные кабинеты. То есть вот вы видите на экране видите заставку, которая показывает, куда нам с вами нужно попасть. Мы снова переключаемся на демо-базу и сейчас именно сюда мы с вами и пройдем. Я пока закрою лишнее, то, что нам не надо. Соответственно, мы снова переходим в раздел «Инсы и администрирование». Здесь проверяем, что мы выполнили все, что касается. Прошу прощения, выключите, пожалуйста, телефон. Вы громче меня разговаривайте. Значит, через подраздел «Инсы и администрирование» мы проверяем, что мы учетную политику настроили и через регламентированный учет. Переходим в раздел «Регламентированный учет». Здесь нас интересует раздел «Инсы и администрирование». То есть само по себе название «Инсы и администрирование» это название и раздела, в котором есть определенные функции и название «Доработки». То есть если вы подписаны на ИТС, например, «Проф», то там есть возможность некоторые доработки подключать бесплатно. Ну, такие, как, например, проверка контрагента и 1С-отчетность. Если у вас подписка ИТС «Техно», то такие доработки будут вам доступны за дополнительную плату. Но дополнительная плата достаточно дружественная. Например, проверка контрагента стоит 4,800 на год. Например, 1С-отчетность, ну, опять же, в зависимости от того, сколько вы юрлиц подключаете, сколько пользователей будут работать. Ну, допустим, для одной компании будет стоить от 3,800 на год. То есть, в принципе, если 3,800 делим на 12 месяцев, то сумма получается дружественная, не обременительная. А регламентированный отчет, пункт регламентированный отчет, это наш журнал общих отчетов, которые поданы в налоговую инспекцию. Вот если мы переходим по этой ссылочке, видите, здесь у нас есть письма, сверки, ну, то есть личные кабинеты. В этот же раздел меню мы можем попасть, перейдя в журнал регламентированных отчетов. То есть, вот переходим по вот этой ссылке регламентированной отчеты, и у нас открывается общий журнал. Как кино, брюки превращаются, так здесь вот. Значит, общий журнал отчетов и то же самое меню, которое мы видели с вами на прошлой заставочке. Здесь, соответственно, сейчас откроется реклама 1С отчетности. На самом деле, в ней нас интересует одна-единственная ссылка. То есть, чтобы сейчас подробно вам про нее не рассказывать, то нас интересует вот эта ссылочка. Перейдя по этой ссылочке, вы можете подробно почитать, что делает 1С отчетность, то есть это работа напрямую с сайтом налоговых инспекций, ну, и решить, нужна она вам или не нужна. А интересует нас, собственно говоря, вот этот раздел, где у нас есть уведомления, переписка с налогом. Вот они, сверки, про которые мы говорили немножко раньше. И вот конечный пункт нашего визита, это личные кабинеты. То есть, если мы переходим вот сюда, то видите, личные кабинеты можно достаточно с многими фискальными органами настроить. То есть, есть личный кабинет для налогоплательщика, для ИП. И обратите внимание, ФСС. ФСС имеет на данный момент 2. То есть, мы переходим сразу на сайт ФСС. И сайт ФСС имеет 2 личных кабинета. Первый личный кабинет у нас связан с тем, что... Сейчас мы немножко вот так вот сделаем. О, вернулись обратно. Именно эта организация, взаимоотношения организации соцстраха, проверка, например, актов камеральных, проверок выездных и так далее. И есть еще дополнительно личный кабинет для работы с электронными листками, нет трудоспособности, для подтверждения экономического вида деятельности, назначения пособий и так далее. То есть, есть 2 кабинета. И появился новый раздел «Единый портал госуслуг» ЕПГУ. То есть, здесь, соответственно, кроме общепринятых, тому, к чему привыкли бухгалтера, есть возможность уже использовать те ресурсы госуслуг. То есть, вот если мы переходим по этой ссылочке, то мы попадаем в госуслуги. И вот здесь, видите, достаточно много того, что можно использовать. То есть, это уже больше, так сказать, в личном плане, не в плане организации, а для конкретного или руководителя, или бухгалтера, ну, то есть, для человека, который с этим работает, можно использовать. На что нужно обратить внимание при работе с личными кабинетами? Значит, здесь нужно обратить внимание на то, что... Сейчас мы вот так вот сделаем, вернемся обратно. То есть, возможность настроить из программы прямой доступ в личный кабинет у нас есть. Но, вы все знаете, что с начала прошлого года, то есть, с января, средства, электронную квалифицированную подпись имеют право выпускать только налоговая инспекция. Соответственно, для того, чтобы зарегистрироваться в этих... Для того, чтобы зарегистрироваться в этих личных кабинетах, вам надо сначала оформить электронную подпись. То есть, сходить в налоговую и оформить, соответственно, ключ такие, ну, то есть, то, что вы уже сами выберете. И действовать этот ключ будет год, потом надо будет делать продление и так далее. То есть, если у вас раньше были оформлены электронные ключи, например, там, через контур, через каких-то других операторов, то в этом случае это уже не пройдет. То есть, сначала вам нужно озаботиться проверкой подписей и потом зарегистрироваться вот в этих личных кабинетах. на самом деле, личные кабинеты сейчас будут давать гораздо большее преимущество, потому что отражаются они практически моментально, как только какой-то документ из налоговой попал, то вы его сразу видите в личных кабинетах. И это достаточно актуально, потому что на многие вещи, например, на некоторые требования или на, допустим, работу с какими-то, ну, с теми же прослеживаемыми товарами и так далее, необходимо отвечать достаточно сжатые сроки, то есть, там, 5 или 10 дней, и, соответственно, поэтому вам нужно иметь, так сказать, оперативное средство связи. Ну, соответственно, если мы вернемся к нашей теме, то есть, единый налоговый платеж и единый налоговый счет, то, значит, в этом случае информация про... об этом будет доступна в режиме онлайн, то есть, то, о чем мы с вами говорили, в личном кабинете это будет видно сразу, ну, через ТКС это будет с некоторой задержкой, небольшой, но все-таки. Ну, и, соответственно, если вы используете систему, например, ERP, сейчас мы еще раз вернемся к самой системе, то у вас будет возможность видеть это и в самой системе. Обратная связь, то есть, ответы налоговым органам или какие-то запросы, соответственно, тоже в режиме онлайн. Преимущества личного кабинета, в принципе, они очевидны. То есть, вы можете в режиме онлайн иметь всю информацию, сразу среагировать, если, например, у вас что-то там вас забеспокоило. Ну, самый распространенный способ, точнее, не способ, а повод, почему необходимо срочно-присрочно связаться с налоговой, потому что вы помните, что год назад налоговые инспекции приняли несколько нормативных документов, в которых написано, в каких случаях отчетность, переданная в установленном порядке в налоговые органы, может быть признана непредоставленной. То есть, там достаточно много пунктов, которые, с одной стороны, очевидны, с другой, все-таки, имеют место. То есть, например, если подписаны неуполномоченным лицом, если отчетность, например, подписана дисквалифицированным лицом, и один из пунктов, если отчетность подписана лицом, о котором указаны недостоверные сведения. Вот это, к сожалению, достаточно распространенная ситуация, когда, например, в установленном порядке зарегистрировали все данные, все как положено, и человек, например, в связи по возрасту меняет паспорт. В этом случае получается, что в регистрационных данных остаются данные старого паспорта, а новый паспорт, новый документ уже выдан. В этом случае, поскольку система проверки сейчас автоматическая, то вы сразу попадаете в эту категорию. То есть, соответственно, нужно, чтобы, во-первых, лица, которые отвечают за правильное отражение регистрационных данных, знали о том, что, например, руководитель поменял паспорт, а во-вторых, сразу могли подать сведения о внесении уточнений в ЕГРП или ЕГРИП, то есть в регистрационные данные. И второе, достаточно распространенное, к сожалению, нарушение нарушения, это когда, например, паспорт меняется в связи с вступлением в брак, то есть смена фамилии в связи с вступлением в брак и так далее. То есть, чаще всего на работе тоже могут не знать о том, что, например, руководительница вышла замуж и поменяла фамилию. поэтому при подготовке отчетности желательно проверять, актуализировать данные, которые у вас отражены в официальных документах и которые, ну, скажем так, есть в натуре. Соответственно, через личный кабинет такие вещи делают гораздо проще. А попасть, допустим, на то, что вашу отчетность примут непредоставленные, признают непредоставленные, гораздо более неприятно, потому что в этом случае есть небольшой потвох. Налоговая инспекция должна провести камеральную проверку ваших документов, ваших отчетов, должна в случае выявления таких фактов направить вам в течение пяти дней с момента выявления таких фактов, должна направить вам уведомления, и вы должны в течение десяти дней ответить на это уведомление, то есть либо дать какие-то комментарии, либо внести исправление, ну, в общем, короче, какие-то действия предпринять. При этом неприятность в том, что указаны сроки, в которые налоговые органы должны вас уведомить после обнаружения, но когда они обнаружить должны эти расхождения нигде не указаны, то есть не указано, что, например, что в течение десяти или пятнадцати дней после подачи отчетности они должны провести камеральную проверку, то есть камеральная проверка может пройти на самом деле и через, например, три дня, и через месяц, то есть получается, что бухгалтерия должна сидеть в напряжении и ждать, когда же придет окончательный статус для отчетности, что она принята. В этом случае уже можно вздохнуть спокойнее. До того, как это не произойдет, к сожалению, расслабляться рано. Еще один момент, который надо учитывать, это чисто реквизиты, а куда же мы должны платить единый налоговый платеж. Здесь тоже есть небольшая тонкость, то есть единый налоговый платеж будет привязан по ИНН к казначейству, соответственно, зачисляться на этот счет и расходоваться с него деньги будут по ИНН. Соответственно, когда мы формируем в этом случае платежку, то реквизиты по единому налоговому счету будут заполняться автоматически. В этом случае в личном кабинете или, соответственно, в программе, которой вы пользуетесь, нужно будет только указать вид, что это единый налоговый платеж и заполнить только сумму платежа. Есть еще один сервис у налоговых органов, это уплата налогов и пошлин. Здесь также в этом случае необходимо заполнить ИНН и КПП, ну и сумму платежа. Мы с вами переходим на вкладку пополнения ИНС и выбираем действие пополнения своего ИНС или ИНС третьего лица. Обратите внимание, то здесь есть возможность пополнять налоговый счет третьего лица. и каким образом формированием платежки или оплату картой. И соответственно создать ну то есть мы должны сформировать либо платежку либо карту и указать сумму, которую мы хотим списать и указать откуда мы это хотим взять. То есть свой банковский счет указать. Ну и собственно говоря деньги уходят налоговикам, то есть казначейства, которые распоряжаются им уже по назначению, то есть либо по вашему уведомлению, либо сами делят соответствующий, используют свой соответствующий функционал. А еще один момент хочу обратить ваше внимание на то, что изменились и реквизиты платежных поручений. То есть вы видите образец, как должно выглядеть платежное поручение по единому налоговому платежу. Ну то есть видите управление федерального казначейства там по такой-то области, ну собственно практически здесь ничего нового, то есть те, кто работает с казначейством, ну знают, что сюда подставляются реквизиты казначейства, ну указывается с которую мы хотим перечислять, и свои регистрационные данные ИНН, КПП, ну и именование. Дальше вот здесь у нас везде проставляются нули, ну КБК, единый налоговый платеж. Но кроме этого обратите внимание на то, что изменились некоторые коды, то есть как вы видите коды, которые мы указывали в платежном поручении, нужно обратить внимание на то, как они изменились и что конкретно должны быть. На самом деле достаточно особенная информация по кодам и по правилам заполнения платежек, если вы платежками решили пользоваться для единого налогового платежа, размещена на сайте консультации. там ну еще один момент, который в принципе нам нужно обязательно обсудить, это собственно говоря, то, что касается налоговых агентов. То есть с 1 января 2023 года для налоговых агентов для налоговых агентов, значит, помимо представления налоговых деклараций, вменяется и уведомление об исчисленных суммах налогов. То есть мало того, что мы должны этот налог рассчитать и подать на него сведения, ну, то есть какой налог, что это такое и что это в качестве ЕНП. Фактически таких документов раньше не было, то есть это новый документ и он заменяет уведомления налоговому органу для корректного разнесения платежей там по налогам и страховым взносам. Соответственно это касается тех платежей, которые уплачиваются до предоставления декларации. например, страховые взносы мы платим каждый месяц, а отчеты страховых взносов сдаем портал. И собственно таки достаточно много отчетов, то есть это прибыль, это НДС и здесь обратите внимание, что уведомления о том, какие суммы исчислены по ЕНП в качестве налогового агента, во-первых, такое уведомление должно быть подано не позднее 25 числа того месяца, в котором вы должны это уплатить. И в 2023 году предприятие может делать выбор, ну то есть либо в пользу уведомления, либо в пользу платежных поручений. Мы уже про это говорили, но это касается не только самих организаций, но еще и если организация выступает в качестве налогового агента. И еще обратите внимание, что выбором варианта возможности, ну то есть возможно выбрать либо платежку, либо уведомление, можно воспользоваться только один раз. И только при условии, что раньше вы не предоставляли допустим уведомления. То есть например вы при переходе на учетную политику 2023 года выбрали платежные поручения. Значит в этом случае вы используете платежные поручения и далее. Но в какой-то определенный момент вы решили, что это неудобно, что все-таки стоит изменить это в пользу уведомления. Вот это вы можете сделать сразу. А если вы хотите сделать в обратном порядке, то есть вы выбрали уведомление, а потом захотели перейти на платежку. Вот в этом случае у вас уже ничего не получится, потому что вы можете перейти только один раз. Регулируется это 263 законом ПЗ, то есть вот вы видите ссылку на закон, который это регулирует. Как я уже говорила, это нужно в обязательном порядке отразить в учетной политике. Сейчас мы с вами еще раз перейдем в демо базу и хочу немножечко вам здесь рассказать по поводу отчета, точнее не одного отчета, а формирования отчетов. Еще раз, значит, мы с вами через раздел регламентированный учет попадаем в меню, которое касается работы с личными кабинетами, но это я переходила по ссылочке личные кабинеты. Если я захожу через меню отчета, то мы с вами попадаем в журнал, то есть вот в моем случае в нашей демо-базе есть одно заявление, допустим, заявление о вводе товаров, но мы можем создавать здесь любые отчетные документы, то есть декларации, какие-то дополнительные отчеты, ну то есть любую документацию. И вот здесь действует один момент, на который тоже хочу обратить внимание, в связи с этим вопросом возникают достаточно часто вопросы, которые нам задают пользователи. То есть если, например, у меня вот через кнопку создать, сейчас откроется перечень отчетных форм, которые я могу создать или создавала уже, ну то есть перечень отчетов, которые будут недоступны. Обратите внимание на статус, то есть в работе это значит, что я уже отправила, так вот наша табличка, которая меня интересует, отправила в налоговую какие-то документы и у меня статус этого документа еще в работе, то есть налоговая его получила, возможно, если я уже отправила, но если не отправила, то тоже может быть в работе и дальше я сижу жду, когда на него будет какая-то реакция, но мы, например, начали вести какую-то деятельность и у меня здесь, вот видите, только заявление о выводе товаров, а мне нужна, например, декларация по прибыли, декларация по НДС, ну то есть еще какие-то отчетные формы, то есть я открываю, смотрю, ничего не понимаю, где вся остальная отчетность, в этом случае по закладочке все, мы можем открыть вообще все формы существующие отчетности, например, бухгалтерская отчетность у меня, например, упрощенная, значит, в этом случае я могу ее, ставлю на нее курсор, либо выбрать, либо поставить вот здесь вот звездочку, ну я сделаю вот так вот выбрать, и тогда у меня, во-первых, я указываю, для какой организации я выбрала эту отчетность, и соответственно есть очень недомная ссылочка изменения законодательства, особенно вот на таких граничных периодах, когда год один переходит в другой, и там менялись, были внесены многие изменения, как в нашем случае, и действует или не действует то, что здесь сейчас существует, потому что, например, изменили декларацию по прибыли, я сразу вижу, то есть релиз, который у меня установлен, релиз конфигурации, содержит новую форму или не содержит, или мне нужно, или мне нужно, например, обновить конфигурацию, чтобы получить нужную мне форму. Ну вот, собственно, я вижу, что у меня все получилось, все хорошо, я могу заполнить эту форму, ну, соответственно, мне сейчас это не нужно, я сейчас отсюда просто, да, мне это надо. Таким образом, вы можете перенести в рабочий журнал те формы, которые вам необходимы. И вот, то есть в моем случае в работе будет, это я еще никуда не отправляла, я просто сижу и заполняю соответствующую форму, то есть либо я там ее заполняю ручками, либо автоматически, но смысл в том, что статус у нее поменяется, когда я что-то сделаю, какие-то движения отправлю, значит, будет стоять статус отправлено. После того, как у меня налоговые органы примут декларацию, у меня статус изменится, и видите, подсвечивается в какую налоговую я отправляю эту информацию, то есть в общем-то это достаточно удобно, когда у вас есть обособленные подразделения, и вы можете не заглядывая внутрь, сразу сказать, куда, например, отчетность по НДФЛ ушла, куда ушла там еще какая-то отчетность, которая должна предоставляться по месту ведения деятельности. и здесь существует у нас контроль выгрузок, то есть кроме того, что вы выгружаете, проверить выгрузку вы можете либо используя встроенную программу, либо через интернет, то есть, например, когда вы проверяете отчетность по НДС, вы можете проверить соответственно предоставлены или нет счета фактуры вашими контрагентами. И про настройки еще хочу один момент вам показать, то есть обратить внимание, на самом деле, скорее всего, вы уже знакомы с этими настройками, то есть, если мы заходим в меню настройки, то вот то, что мы с вами смотрели, это справочник регламентированных отчетов, а на самом деле, вы можете посмотреть выгруженные, то есть, это уже журнал выгруженных отчетов и информация об обновлениях, то есть, вот эта информация, которая, когда вы открываете какой-то отчет, вам высвечивается. И еще один момент, настройка проверка актуальности отчетов, то есть, вы можете ваши отчеты посмотреть, насколько они актуальны, то есть, выполняются вот такие проставляем отметочки, флажочки, то есть, мы можем подключить внешние формы регламентированных отчетов или какие-то другие поставить. И очень удобная отметочка, это уведомлять пользователей об ошибках получения сведений из интернета, то есть, если вы здесь настроили, поставили флажок, то у вас будут приходить уведомления. Еще на что хочу обратить внимание, то есть, это проверка и параметры доступа в интернет, потому что сейчас компания 1С не осуществляет выпуск дисков ИТС, к которым мы, в принципе, уже достаточно долго привыкали. Сейчас информация доступна на сайте 1С, и обновление вы тоже можете скачать с сайта ИТС и сделать это обновление самостоятельно. Но для этого нужно настроить доступ в интернет. То есть, вы вот сюда вот, проверить параметры доступа, нажимаете, и программа проверяет ваши регистрационные данные, которые вы внесли, и номер доступа, ну, то есть, на сайт 1С. В этом случае, когда все проверила программа, вы получаете доступ ко всем материалам, которые размещены на дисках сопровождения, ну, точнее говоря, сейчас это не диск, сейчас это сайт, информационный ресурс, но по своему доступу вы можете и обновить, и посмотреть материалы, ну, то есть, воспользоваться всеми сервисами. И еще один момент, журнал обмена с контролирующими органами. Соответственно, в этом случае вы видите, ну, то есть, уже тоже работает фильтрация, и вы видите, что ваша компания, какие обмены, что отправляла в налоговые органы. В общем-то, это достаточно удобно, достаточно удобный сервис, но единственное, он просит регистрацию, поскольку у нас демо-база, то у нее регистрация не активирована. Ну, и, собственно говоря, отчетность в электронном виде вы можете сразу настроить, что либо по каким-то отдельным организациям она применяется, либо по всем организациям сразу. Конечно, удобнее задавать сразу по всем организациям, потому что особенно, когда это идет какой-то период, когда массово подаются разные отчеты и все такое, то по зоопарке можно и не вспомнить, кого вы исключили из этого списка и по какой причине. Ну, на самом деле, может быть, вы специально это сделали, и это убережет вас от каких-то ошибок, но, тем не менее, вот на это тоже нужно обратить внимание. Значит, еще раз хочу напомнить, что мы с вами сегодня посмотрели, что нам необходимо в меню организаций внести исправление в учетную политику, нам необходимо через меню, через раздел регламентированный учет настроить личные кабинеты, то есть для того, чтобы это сделать, проверить вашу электронную цифровую подпись, и, соответственно, если она не соответствует требованиям, то быстренько сбегать и сделать. Это еще можно успеть сделать в этом году. Ну, соответственно, проверить то, что вам прислали налоговики в качестве вступительного сальда, и выбрать, что вы будете отправлять налоговую либо уведомление, либо платежку по перечислению налогов. сейчас мы с вами вернемся снова к нашим слайдам. И я хочу подняться в начало, то есть к нашему титульному листу, и напомнить вам наши координаты. Во-первых, во-вторых, телеграм-канал, телеграм-чат. Будем очень рады, если вы будете использовать. и, собственно говоря, на адрес сайта обратить внимание. Компания Кодерлайн будет очень рада, если вы обратитесь к нам с какими-то вопросами. Мы выполняем абсолютно весь спектр работы услуг, которые касаются программ семейства 1С, то есть и продажа, и настройка, и внедрение, и доработки. Поэтому будем рады вашим обращениям. Значит, если вы обратитесь по какому-то каналу, почту, например, электронный или телеграм-канал, то у нас будет больше времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Ответ уже будет более предметно касательно именно вашей индивидуальной ситуации. На этом компания Кодерлайн завершается нашу встречу. Благодарим вас за внимание, которое вы проявили к нашему вебинару. Благодарим вас за уделенное время. Надеемся, что вы к нам обратитесь еще и будем очень рады дальнейшему совместному сотрудничеству. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. субтитры Продолжение следует...